Теннис, футбол, тхэквандо, рисование, лепка. Это далеко не весь список увлечений Никиты Нарудинова. Каждый день подростка расписан буквально по минутам, а свободное занятие время Никита с удовольствием проводит с младшими братьями и сёстрами. Но из-за болезни часто возникают сложности в обучении и в общении с семьёй и с верстниками. У Никиты падение слуха и четвёртая степень тугоухости. Ну, он читает по губам, во многом соглашается, а потом бывают такие промежутки, что вроде бы ты понимаешь его, а он на самом деле о чём-то другом говорил. И тут не совпадение, но вот такие трудности. Потому что он даже пишет не так, как пишем мы. Он раздельно слова пишет, не слагает их. Никита учится в девятом классе специализированной школы для глухих и слабослышащих. Домой в приёмную семью, где проводит все выходные и каникулы, приносит только хорошие оценки. Инна и Николай Белоусовы воспитывают восемь приёмных детей. Сначала удочерили трёх родных сестёр Никиты. Алину, Надю и Настю увидели по телевизору в одной из программ. Девочкам искали семью. Родных родителей Нарудиновых лишили прав на воспитание в 2007 году. Семь лет сёстры не виделись и не общались с братом. Новым маме и папе они сразу же рассказали о своём брате Никите. И мечтали о том, что в этой дружной семье его полюбят так же, как и их. Они первым делом спросили нас, а если мы вам понравимся, вы нашего брата заберёте? А мы... Какого брата? Про брата ничего не было сказано. Вот. А какой брат? У нас есть старший брат. Он где-то учится. Он у нас слабослышащий. Вот. Он где-то учится. Мы даже не знаем, где он учится. Он старше нас. Он родился 24 января 2002 года. То есть они вот даже дети, которые его не помнят. Его помнит Алина. Приёмные родители сразу же начали искать Никиту. Инна Белоусова вспомнила, что в районе сад города есть интернат. Туда они сразу же поехали всей семьёй. Три голоса девчонки. Пойдём, пойдём, мама, пойдём. Они маму уже меня стали называть. Вот. Я спускаюсь, стоит парень, лет 18, наверное, с тазиком. У него мокрое бельё. Видимо, повешать выходил. Я ему показываю на бумажке на Рудинов Никита. Он говорит, да, 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 он здесь, где? В футбол играет. Сейчас мы его позовём. И вот идёт Никита. Я вижу, что идут два парня. И идёт. Ну, я понимаю, что это Никита, потому что он похож. И вот, знаете, он подходит и вот смотрит на меня. Вроде бы как парень. Заплакать-то неудобно. А сам вот глазками в меня как вцепился. Вот так вот. Третьего ноября будет ровно два года, как у Никиты вновь появилась семья. Его учителя замечают, что с тех пор он очень изменился, стал более открытым. Кроме родных, сестёр у Никиты теперь есть и четверо приёмных братьев. У каждого ребёнка своё хобби. Но все без исключения заинтересовались мамином увлечением – организацией кошачьих выставок. Мы на выставке уже как клерками. А что делает клерк? Что это значит? Расскажи. Клерк – они смотрят на кошек, потом записывают оценки, дают цац, вот эти цацы. И пишут они эти оценки в специальной каталоге есть. Никита тоже помогает на выставке? Да, помогает. Никита, любишь выставки? Да. Главная мечта Никиты уже сбылась. У него большая дружная семья. А исполнить ещё одну, слышать и общаться с окружающими, мешает болезнь. Двухсторонняя сенсеневральная тугоуха с четвёртой степени. Это тяжёлая форма заболевания. Шёпот больной не слышит вообще, а разговорную речь различают с трудом и лишь на расстоянии не дальше одного метра. Никите предоставляются слуховые аппараты, соответствующие диагнозу мощности. Но носить их он не может. Вот он приходил домой, он просто, ну, потаскивал, бросал прям с таким даже злом. Никита, почему? Там шум, там, особенно когда дети кричат, там бегают, визжат, а в этом наушнике, вот в этом слуховом аппарате происходят какие-то там шумы. Подходящие Никите слуховые аппараты стоят дорого, а именно 178 157 рублей. И за счёт бюджета их предоставить мальчику невозможно. Приёмная мама Никиты обратилась в РУСФОН, так как её средств на приобретение слуховых аппаратов также не хватает. Помочь Никите можно, отправив СМС-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. И тогда совсем скоро Никите Нарудинову будет гораздо проще общаться со сверстниками, учиться и вести активный образ жизни. Анна Бережная, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. За организацию съёмок благодарим Медицинский центр здоровья.